Я не знаю, если ты намекаешь на последние сливы, так называется, в телеграм-каналах отдельные там разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня последней. Если это, то я тебе должен сказать и всем, не время. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Почему это делают сейчас? А в воскресенье? Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должность родственникам, сказали нет, стоп. Стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее. Мы хотим похоронить его спокойно, по-христиански. Даже католики, он православный, чтобы затащить эту процессию в центр, в красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди там в семье, сказали, не лезьте. Дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей. Не получилось, семья отказалась. А как? Надо что-то вбросить. Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде. Что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление будет, я говорю, интересно. И самое главное. Когда-то Маркс, я же изучал марксизмлизм. Я пользуюсь вот его этой фразой всю жизнь. Он всегда говорил, предупреждал людей. У нас пошла поговорка. Доверяй, но проверяй. Ты прочитал его фраза? Подвергай все сомнению. Что бы ты ни делал в жизни, даже если это абсолютно очевидно, подвергни это сомнению. Продумай еще раз. Проревизируй десятки раз. Не будешь ошибаться. Подвергайте все сомнению. Не торопитесь никогда. И знайте, что нас сейчас терзают. Начались блицкрика, цветочки и прочая радикализация. Забастовки. Не пошли рабочие. А что делать? А как поддержать протестное настроение? А как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил, для кого-то это дворовые территории. Шуточки. А для нас весной это очаг гражданской войны. Это стрельба. Это убийство людей. Что будем делать потом? Против нас работает мощнейшая спецслужба мира. Соединенные Штаты Америки. Они под Варшавой центр создали. А сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал. Но мы с россиянами, разведка наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят. Умные, талантливые, способные люди. И они сейчас качают всю планету. Я недавно сказал. Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы. Вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларуси. Надо смять. Не получится. Поэтому потерпите немножко. Пройдут выходные. Мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу.